Реально первые кадры из Волновахии. Первая группа. Езжаем в город. Видно, что практически нету живых целых домов. Взорванный мост из Волновахии в Донецк. Поехать здесь нереально. Вообще поверить, что такое возможно. В 21 веке ты здесь находишься в первые минуты и вообще понимаешь, что ты просто не веришь своим глазам, что вообще здесь кто-то в этом городе мог находиться во время боевых действий, кто-то вообще смог выжить. Но вот там видны люди, военные помогают. Кто-то пытается, видимо, покинуть разбитые дома. Но вообще все это время, пока город переживал активные боевые действия, люди находились в этих домах. Посмотрите, там просто нет живого места. Конечно, находиться здесь не то, что не просто небезопасно, но еще и страшно, потому что вот еще и гранатомет здесь остается, и там кассетные боеприпасы. Но уже вот предварительно все проверили, но стопроцентной гарантии, конечно, дать никто не может. Но сказали, что сюда можно зайти посмотреть. Но это вот квартира, кресло, выполняли роль позиции для стрельбы. Когда зашли первые военные, у нас мужики стали вот так вот спиной все, когда сказали, выходите потихонечку. Мужики стали, сказали, куда. Подумали, что украинские. А потом уже, когда сказали, все, ребята, тихо, тихо, спокойно, мы свои выходим. Тогда уже все женщины друг на друга на мужиков такие слезы. Дети там, да, мы же сидели все в одном подвале, там, наш человек около 40. Но вот здесь у нас около, всего тут было 120, мне кажется, человек. Вот так танк выезжает, отстрелялся и запрятался, отстрелялся и запрятался. Большинство жителей многоэтажек во время боевых действий ушли туда, вглубь города, где есть частные строения. Вот, но некоторым идти было некуда, и, как видите, они продолжают жить в разбитых домах и вынуждены вот прямо около подъезда готовить себе горячую еду, греться у костров. Дмитрий Маслак, Артем Величко, Егор Кузнецов, CGTN, Донбасс, с действующей линией фронта.